Всем еще раз привет! Доброго времени суток! Слэмстарладдер ТВ, репортаж с натиферога от лиги. И, наверное, самое интересное уже произошло. Вот у нас черный экран, квадрат Малевича. Для вас шутка, юмора неудавшаяся, ладно. Смотрим за матчем и сайдпик выигрывает команда Клан Мистик. Собственно говоря, начинают они свой первый девайсный раунд против пистолетов. Мягко говоря, не сладко. И продолжают давить. 3П250 на улице и попытка пройти через GMX. Ну, GMX нормально держат, задавили Киашиму. Что ж, на первой карте... На первой карте я посмотрел сейчас комментарии, просто почитал, извиняюсь за завтык. Ну, ситуация была вообще, мягко говоря, критичная. Так, два в одного. Ну, в общем, максимум из-за караунда выжимают сейчас LDLC. Тип. Неплохо так, они по улице мощно достаточно сыграли. Ну, вы видели, что развалилась практически вся улица. И те, кто на суппорт приходил, также отвалились. 2-0. Ну, вот по картам, конечно, не самый хороший расклад получился. Всего лишь 6 раундов удостоились Клан Мистик на Инферно. И вот сейчас нюк, на котором все может опять-таки поменяться. Пик команды Клан Мистик. За ними вообще сейчас слово. И они должны сами до себя, в первую очередь, решить, хотят ли они здесь выиграть или нет. Ну, LDLC настроены серьезно. Повторные пистолеты. Хэппи с деглом. Попытка поймать... Ничем не закончилось Кенниса. Ну, вот сейчас Кеннис добьет, да. Кеннис сейчас просто реализует еще и ЮСПА. Ой-ой-ой-ой-ой. Натыкал по тушке сейчас очень плотно. Правда, ему залетело. Узи минус хардс. Минус Кеннис есть в ангаре от Апекса. Три в три. Просто Узи берет девайс. Отдай Киоли. Отдай Киоли. Ну, не стреляйся ты с ним. Зачем? Сейчас было бы жестко. Ну, Киоли тут уже просто как подбирать пытается. Хоть что-то, хоть кого-то заметить, убить. Ну, и Апекс один. Апекс, кстати, не бомб керри. Она на улице. И у Апекса есть шанс. Был шанс сыграть. Еще на один минус. Но мейн стал слишком закрытый. Он даже его не заметил. Три и ноль. А вот теперь давайте смотреть за LDLC. Сейчас, наверное, будет стратегия. Просто эти ребята сейчас очень много тренируются. Клан Мистик, я думаю, вряд ли много после последних трансферов. Но вот будем надеяться, что LDLC зададут жару на девайс. Нам это будет что-то интересное и медленное. Еще у французов очень много интересных заготовок есть на Нюке. По крайней мере, в прошлом. Нюк они играть умели, но не всегда отлично. Так. Киоли на улицу идет СВП. Там, кстати, сейчас за красным ящиком играл, по-моему, Кеннис. Да-да, тоже со снайперской винтовкой. Электрик Кайф у Кенниса. Вот, перестроились. Прием улицы. Но не торопятся LDLC, посмотрите. Обе французские команды достаточно пассивны, достаточно закрыты. Но есть на что посмотреть. Вот швейцарец. Нас с вами радует уже... Ну, всю первую карту радовал. Здесь пока не заходит. Бомба все еще на нуле. Кланми... На ради. Кланмистик все еще не решили, что это будет. Судя по всему. Так, Киоли. Дает отстрелку. Кланмистик сосредоточились в точке на... Вот, боятся выбор в две ребутки. Сразу видно, Кеннис перестраивается на рамп с АВП. Видит проход. Ложится дым. Кеннис уходит. И... Нет, нет. Будут выбивать... Будут выбивать пилку. СФ. Отличный спрей. Хардс. Кеннис красный. Три в три. Клиница уже прошла. Уже можно здесь скрыть. Киоли попадает по ноге. Ох ты ж, Хамасян. Не увезет ему просто. Такой слайд-шоу сейчас было. И снизу... Ну, все. Тут товарищ Киашима снизу. Ну, жесть. Вы видели сейчас. Если бы Киоли убивал, то это была бы бомба. И... Минус Вилка. Вилка бы не смогла бы просто выбить против двоих. Но четко сыграли. И вот с этим, конечно, фрагом повезло чутка игрокам команды Клан Мистик. То, что Киоли попал по ноге, но добить не смог. Тем не менее, реакцию показал. Но реакции одной мало. Здесь нужно точно было убивать. Так, показывает нам свой Кримсанбэп на НБН. Апекс. И давайте смотреть, что будут делать LDL-C на ЭК. После вот такой подчечины на первом девайсном, по-моему, они даже здесь церемонятся. Вот это. Твою налево называется. Зашел на А, а там никого. Ну, один сверху был. Вот если бы он знал о нем, то... Ну, инфу собрал. Инфу собрал. Кстати, интересно, что Клан Мистик не играют на девайсных раундах на тех же позициях. Вернее, против ЭК раундов. Они не используют те же позиции, что против девайсов. Это, на самом деле, LDL-C неплохо так усложнит задачу. То есть, вот даже... На ЭК можно, например, выйти на и понять хотя бы, да, сколько там, где и как. Но Клан Мистик на опыте, ребята, и... Ой-ой-ой, этот опыт им не помог принять вилку. Есть девайс, опять УЗИ. Есть у Кьюли АВП. Все, что нужно, это не слажать сейчас при выходе вниз. Там, правда, опять-таки Кеннис. Он же Кеннис, и тайминг не ловит. УЗИ. Кеннис! Ой-ой-ой! Лево-право-право-лево. Опять ноль. Клан Мистик впереди. Повторный байтл-DLC нервничает АПЕКС. Видно, что ЭФ прожимает просто на ура. Кьюли берет снайперскую винтовку. И давайте смотреть за ним. Сейчас вот от него будет зависеть очень-очень многое. Видите, нету здесь вот дефолтных раундов, типа, будка кроет мейн, остальные выходят в дверь, и вот это вот все закрывают. Вот там сейчас будет интересный мув. Ого! Ого! И Кеннис не отдает позицию. Смотрите, смотрите, флешка нет хае. Аккуратно пытается сыграть на улице. Клан Мистик и... Удается закрыть одного. Ну вот сейчас Кеннис должен реализовывать авик. В любом случае, надо было брить красный, потому что этот сплит можно выиграть. Могут выиграть сейчас с TML DLC. Все, Кенниса заметили. Залетает граната. Видно, что 8 кп остается. Открытая позиция от Апекса, но... Ой-ой-ой, вторую пулю мажет. Вот почему же Хэппи не вышел, непонятно. Хэппи мог сейчас убить, и Кеннис все-таки добивает Апекса. Дается флешку на улицу, Кеннис покидает ее, и вот банда из двух человек, Узи в паре с маньяком, раскидывает сейчас рампы. При том, что раскидав рампы, моментально уходит на плен. Киабен же готов принимать. Киашим истягивается, ловит флешку, пытается убить. Его бреют. Восьмерка, GMX над будкой. Важный момент, его АВП снова вершит. Просто хрен знает что. Забирает бомб Кэрри. Хэппи вынужден просто спасаться с этой бомбой. Бежит на нижний план. Задача как минимум поставить, потому что это деньги. Боятся, боятся клан Мистик заходить на верочку, и по-моему знают. По-моему знают все-таки, где находится сейчас Хэппи. Нет! Нет, не знают! Это может быть короткий! Он успел! Хэппи успел ускользнуть в последний момент. Его пытаются вшить. Забирает первого упавшего. Один в два. Меняется позицией. Один в один! Один в один! Извиняюсь, это я накосячил. Ах, 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 ах! Ах, красненький стоял! Но нет! Хэппи! Из лап своих соотечественников и бывших тиммейтов Хэппи вырывает этот раунд. Это 5-1. ЛДЛС не будут сдаваться. Смотрим на Кьоле. Так, Сима ВП сейчас Кьоле. Там вроде никто ничего не подбирал. Значит, свое. Так, второй раз он будет уже, наверное, внимательнее, если это улица. Но мне кажется, попробует убить. Да-да-да, смотри. Пытаются реализовать респаун. Сейчас ЛДЛС. Кьоле игра антимейн. Ну и антимейн ему приносит первую гранату сразу в тушку. Так, не удалось вот с первыми респаун разыграть нормальный ЛДЛС. Узи никого не прострелил. Даже никого не увидел, скорее всего. Кеннис минус Кьоле. Продолжение банкета на улице. По-моему, здесь будет очень интересно всю первую половину. Да и вторую тоже, если счет будет позволять. Как стреляет Апекс. Очень грубо. Очень грубо ведет себя Апекс. Еще один прострел. И Кеннис уже красный. Все, Апекс прошел длинный. Бедняга Кевин Вернелл, он же Узи. Вот не везет ему. Идет не по шансам на прострелы. Кеннис девятка АВП. И в мейн сейчас будет заходить, по-моему, Апекс. Да, 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 да. Вот кикилл, конечно, ждет мейн. GMX. Какой косяк. Ну вот. На секунду бы попозже. Но теперь знают то, что это Аплэнд. Клан Мистик и... Подрываю. Так, Апекс. Минус Харц. Апекс. Двою налево. Маньяк в паре. И будут брить. Да, Хэппи помогает. Запирают балку. СФ последний. Вот так вот. За считанные секунды LDL все разбираются. В контактной атаке на Аплэнте совсем просто активным звеном Клан Мистик. Но это изнасилование, можно, наверное, сказать. Но вот ошибка от маньяков позиции. И все уже не так хорошо. Хэппи с АВП. Оу. Оу. СФ разводит флешкой Хэппи. Тот ведется, пытается перестроиться и уйти в ноль. В итоге получает разряд просто в тушку. Это блестящая партия от СФа. В клатч раунде. 1 в 2. Минус 3. 6-1. 6-1. СФ просто развернул ситуацию. Снова у LDL-C проблемы. Нет денег, но была бомба. Один эко в любом случае нужно делать. Но если решаться на волевуху, это... Ох, 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 ох. Зря, зря, зря. Это минус бабки. Даже на поставленной бомбе. Очень зря они сейчас делают волевушку. Конечно, свой раунд забирать нужно, но лучше бы, конечно, подождали и подостыли немножко, чтобы более хладнокровно относиться. Но этот бай, знаете, выглядит не как бай, который, говорит, делает капитан, который все обдумал. А этот бай выглядит как будто... Как будто они разозлились, сагрились и закупились. Просто так, на последнее бабло. А где потом денег брать, никто не знает. Ладно, маньяк пошел вместе с... Так, нет, кьё... Так, хэппи. Не сыграл в счастливчиках. Хартс закрыл кьёли за красным. Ну и видите, к чему этот бай привел. Вот сагрились, закупились, поломились и сразу минус раунд. Еще один. Неужели 7-1? Не уверена. Не уверена. Все-таки видно, что клан Мистик готовый здесь давить. Ну камбэк, конечно, да, на этой карте никто не отменяет. Все-таки защита сильная сторона. Но знаете, если карту пикали... Исходя из того, что она действительно сильный у клан Мистик, то я думаю, что там сторона нападения тоже на уровне. Тут теперь вопрос только в одном. Насколько LDLC готовы показать свой лучший деф? Так, отстреливают киашину. Слушайте, на всех акка-раундах LDLC дают болью своим, не знаю, своим пистолетом и умудряются делать минусов самых, наверное, неподходящих для этого ситуации. Так, Кеннис. Вот так вот. Все четко, как удары плеткой у LDLC. 8-1, первая половина за ними, десятый раунд. И LDLC, наверное, сейчас думают о том, как бы им уже побыстрее открыть... Открыть, наверное, счет, да, для себя. Просто с одним раундом им совсем хреново. С двумя будет полегче, с тремя может вообще... Счастье, ноги, голова. Но пока все еще непонятно, чем это закончится. Так, СФ изучает нижний плент. Нет, улицу, кстати, разыгрывают без Харца. Но на GMX, те же самые позиции, Киашима. Хотя, не-не-не-не-не, смотрим, где у нас Кеннис. А вот Кеннис уже интересно, посмотрите. Понимает, здесь и клан Мистик, видимо, и LDLC, то, что... Ну вот LDLC поменяли немного стиль игры, но вышли, в принципе, тоже на то, что... Так, отжимает GMX, мышку, падает, куча флешек и размен на ситуацию 3 в 3. Гранаты с девятки, УЗИ должен крыть. Влетают еще флешки, поднимается халява, это Харц, но и она не убивается. УЗИ прячется от гранаты. Еле-еле. Кеннис, СФ, синхронное забивание. Ну и здесь, по-моему... Да, closed round для LDLC. 10-8-1. Ой, 9-1, извиняюсь. Одиннадцатый раунд и LDLC нет бабла. Клан Мистик тоже четко сыграли, заметьте, да, позволили зайти на точку LDLC и почувствовать себя как дома. Те уже вроде бы рады, все хорошо, занимают позиции, но тут вылетает куча флешек. Вот если бы Харца в девятке убивали, то выбивать Клан Мистик было бы совершенно не по шансам. Деффера с девятки бы не было и каналка, мейн бы запирались на ура. Но вот пара ошибок в позиции, плюс вот это выживание Харца, оно просто полностью ситуацию поменяло для LDLC в худшую сторону. И они просто потом потерялись на точке. Так, доигрался у нас Апекс против Кенниса. Вот бывшие тиммейты развлекаются. GMX. Минус Кьоли. Ну и сбор халявы, в общем-то, продолжается. Узи и Маньяк остаются вдвоем. Маньяк выходит на Асбомбой. Да, GMX услышал эту бомбу сразу. Узи. Эх, почти получилось. 10-1. Ну и 5 раундов. 4 до конца половины. 5 это все, что нужно взять в LDLC. Хотя Кьоли 2 на 11. Ему просто не дают стрелять. Просто не дают стрелять. Бедняга терпит. Узи 4 на 11. 5 на 11 Апекс. Маньяк 5 на 11. 7 на 10 Хэппи. Все очень-очень плохо пока что складывается. Так, извиняюсь. Так, я не знаю, все ли у вас нормально со стримом. Проверяем. Так, ну вот вроде бы ситуация выровнялась со стримом. Залагал просто. Залагал эксплит. Жестко. С платой вместе. Так, ну вот начинаются тупняки на бомбе. Смотрите, в дым отправили парня с бомбой. Но это нормально. Нет, вообще в длинном. Вы же знаете, что... Они знают, что у вас здесь просто куча-куча из 4 человек. Тут просто прием такой жесткий. Минус Апекс. Все, поехали. Габелла продолжается. Кеннис добивает маньяка. Хэппи проходит под 9. Ну а хрен толку-то от этого. Сколько? Нисколько. Правильно. Вот один минус на Аппленте, но бомба в длинном. Ее видели. Ее просто ждут. И три... Так, хэппи последний. Все. Пошел с вилки. Его просто ждут на бочину 11.1. В общем, клан Мистик на своей карте отвечает по ходу тем же. И, наверное, будет Дедас 2. Играться между этими командами. Если LDL синие берут 4. Ну вот теперь точно последние деньги. Все. Если не 11.4, то это путь к третьей карте. Йоли 2 на 12. Вообще, Квикли его не читается, если честно. Так. Ну вот, наконец-то, видно, какие-то, не знаю, эпичные врывомовы. Правда, игроки, которые не убивали на первой карте, вот на нюке, ведут себя совсем другим способом. И напоминают мне каких-то юно-джеков-потрошителей. Йоли, наконец-то. Делает два шикарных фрага. Они же хэдшоты. 11-2. И еще два раунда надо попытаться как-то отыграть. Ребятам из зал DLC. В свою пользу, чтобы вторая половина была более-менее по шансам. Ну, по крайней мере, подходя к первому пистолетному. Потом, конечно, шансов будет намного меньше. Так как серия девайсных раундов может превратить и преимущество по раундам. У мистиков может превратить в сущие муки этот нюк для LDLC. Разменялись дружескими выстрелами на улице. Апекс. Ну, теперь ждут Харца. Сейчас будут ловить его. В принципе, расклад такой, что Харц понимает, что там прошли. И Апекс также знает, что Харц, скорее всего, пойдет все-таки выходить на улицу. Но так как отдал позицию Кеннис... Харц вряд ли куда-то будет выдвигаться. Клан Мистик остается на позициях. А вот LDLC, как видим, перестраиваются. И... Оу! Вот это поворот! Вот это поворот! Коломорот! И... Раскидка рамп. Выходит начек СФ. Никого не видит. Кеннис ждет в девятке. Прикрытие в лице Киашима. Внизу на плынте. И вот этого холда... Вот СФ сейчас просто ловит всех. Да, все. Кеннис дает минус по Апексу. И... Все. СФ побежал. СФ инфа. Его услышали. И он завтыкал! Как же ты завтыкал-то? И Кеннис должен тащить один. Но ему не дадут здесь просто сделать фрага. Может быть, один-два. Делает вид, что уходит. И вот это да! Его еще начинают шить с девяти. Вы посмотрите. Узи забирает с плынта. Но... Но мог быть прострел. 11-3. Ну и последний раунд первой половины. Денег до хрена. И у атаки защиты. С экономикой все в порядке. Но львиная доля раундов, как видим, досталась клан Мистик. Ждать ли здесь камбэк от LDLC, я не знаю. Но если они хотя бы попытаются, то это будет эпичным зрелищем. Для нас, для всех. Смотреть будем с автодиректором последний раунд. Так, хэппи улица. Кеннис. Кеннис занимает сразу. Занимает с ангара. Ждет бацада. Ну и в этот момент играется выход на А. Узи дает два опен-фрага. Добивают еще GMX. Взрывают маньяка. Кеннис. Но тут уже что-то как-то вообще. СФ-1 в 3. Давайте смотреть, что будет делать этот парень. Включим ему, наверное, X-Ray. Может, он ему как-то поможет. Выходит по-тихому. Пытаясь кого-то здесь обнаружить. Но пока никого нет. Так, СФ дает флэш. В 11.4. Ну, знаете, свое берут. Свое берут LDLC. Карты не их. Но 4 раунда, думаю, для них это очень-очень хорошо. Напомню вам, что счет по картам 1-0 в пользу LDLC. На Инферно они позволили взять клан мистикам всего лишь 4... Всего лишь 6 раундов. И 4 вот в первой половине были явно никудышные. Смогут ли затащить, не ясно пока. Но сейчас мы с вами узнаем ответы на все вопросы. Так, ну вот на хелтворге написали слово, если ты про меня. Говорил, да не, не про тебя, под типа, у которого там был немецкий флаг. Его аккаунт уже удалили, кстати, на хелтворге. Обычно вот тролли, они там отправляются в бан. Есть такая возможность у меня влиять на это хоть как-то. Так, ну и статистика первой половины пока вообще сурово, эпично смотрится. Знаете, я к Йоли таким никогда не видел, тем не менее одно MVP есть. 5 на 14, 8 на 13 Узи. По сути Узи должен ощущать себя хуже всех. А вот у защиты неважно сыграл Киашима. С Харсом, если все понятно, то непонятно, почему СФ не может подразогнаться под Кенниса. 24 на 7 стата Кенниса, по-моему, более чем великолепный. Обратите внимание, у него клачей там жестких не было. Все, что он отыгрывал в свою пользу, это все только его заслуга. Ну и сетка турнира, друзья. Сегодня мы увидели, как LGB побили 3D Max, прошли в стадию полуфиналов верхней сетки. Недавно мы смотрели, наверное, на той неделе, да, матч Фнатика H2K, где Фнатика держали победу 2-0 по картам. Ну и вот Клан Мистик или LDLC выйдут на Фнатик. Вот в чем вопрос. Напомню вам, что еще есть нижняя сетка. Ну и завтра не пропустите матч Эксо Станы Дрэгенс. Они же ASD ныне против Маус Спортс, которые представят нам, наверное, состав на этот чемпионат с одной заменой. Может быть даже с двумя, хотя пока непонятно. Слушал я, слухи были, что вот скоро Клай не хочет играть в этой команде. Так, хэфэ, хэфэ. Ну, что-то еще на французском пишут друг другу игроки. Ну и можно. У нас тут не супер Старкрафт. Так, СФ. Вот так вот. Что-то... Каунтер-терористов Каунтер-терористов Без комментариев, ребят. Кйоли это Кйоли. Там по-моему, знаете, из всей команды Клайн Мистик, только один Кеннис понял, что Играется, оооо Какое падение для Кенниса Что там, минус фраг, да? 23 фрага у чувака Ну, Кьоли просто говорит, люблю тебя, чувак Ты просто лучший Так можешь только ты, Майкл Джексон Когда-то мог бы так сделать узи по-моему мне кажется что сейчас сейчас как бы будет сейчас не будет волевого боя от клан мистик сейчас будет просто набор раундов atl dlc французский counter-strike продолжает радовать у нас кеннис пишет мдр джусис троп блэйс бласи бласи ахаха нс нс ладно смотрим дальше все-таки волевой бай от кенни и ба от кенниса и банды хардс галил галил кеннис 2 км отри галила ну рисковый бай на самом деле всего лишь одна флешка и один дым на всю команду игроки клан мистик принимают решение относительно верное пройти улицу но вот даст ли это результат непонятно open фрага не было gmx едва едва не потеряли пытается стрелять сф очень четко размен на киоли киоли реализует фамас 4 в 4 подхватывает хэппи с по девятки окна падает бомба и игра уже будет строиться от улицы до конца этого раунда у клан мистик если только они прямо сейчас не уйдут обратно на ноль прогоняют своих соотечественников играющих за защиту с ангара остается киаши мы в качестве типа я вас напрягу клан мистик перестраиваются вода хардс пытался поймать маньяка не тут то было сразу же идет изоляция будки и выход на уже не кажется такой хорошей идеей для клан мистик кеннис попытается нарыть на рампах халяву тут стоит узи как я понял и узи на самом деле все плохо отсутствие вот не почувствовал он здесь да то что кеннис там в итоге это фри фраг для кенниса и не пошел не пошел по 9 ошибается маньяк слишком нагло действует и ели опс и хэппи с девятки против кенниса кеннис 6 кп и ого ну концовка конечно глуповатая здесь получилось но как мы видим кеннис мог просто протащить сейчас на невнимательность проявили игроки и защиты и нападение нападение вообще могло сыграть агрессивно я не ступо над собой не чекнул самый последний момент если бы он сделал это раньше то они бы просто изолировали играли бы против девятки и девятку можно было бы убивать вдвоем совершенно спокойно в итоге получилось как он его увидел убил на девятка сыграла сразу свою роль был дан размен и поставить бомбу там за секунду еще поменять позицию просто невозможно это невозможно сделать быстро такая физика игры 11 7 и клан мистик чуть-чуть не хватило тем не менее они поставили бомбу делают повторный волевой бай есть галилы на этот раз флешек больше это что-то быстрое судя по тому что они зашли в инсайд до взрывает скрип пытается сыграть антимей но по моему этого не будет так на скалу пытается залезть gmx киоли или уже со своим любимым веслом и киоли был прочекан на него никто не пойдет искать приключений а вот клан мистик взорвавшуюся дверь могут реализовать под нестандартный весьма тайминг залетают флешки минус минус апекс вторая флешка просто решила хэппи попытался прошить но тоже без шансов бомба ставится план занимается вообще без шансов сф минус киоли свой раунд сыграли клан мистик и застали врасплох на плент лдл си видно что не готова готовились готовились по моему к затяжным раундом по улице на деле оказалось так что на улицу никто идти не хочет так ну вот разводят сейчас на хэппи здесь мэйн вот один обошел хэппи ждет второго узи операция сейф прошла не успешно 12 7 клан мистик потеют на второй карте и атака все-таки приносит им один раунд а теперь сектор шанс на барабане открывается для французской команды для мистиков они могут додавить своих оппонентов нет экономики у лдл си можно взять свободно 13 раунд но лдл си я уверен так первый армор у апекса но по-моему хотят показать сейчас экшен хэппи берет девайс и у хэппи ну было много денег да он в принципе самый результативный может себе позволить посмотрите в какие позиции встали интересная атака кстати никуда не торопится медленно занимается ноль киоли в мэйне раскидывается ну и хотят мистике сейчас каких-то свободных фрагов вот играет кольт от хэппи и минус 2 в его исполнении посмотрите сбили сейчас все звено по улице клан мистик немножко в шоке поворота событий харс пытается стреляться сплентон но знает то что полубай но не знает сколько девайсов на самом деле есть укланы ой у лдл си ну как бы кольте известно но неизвестно ничего практически о галиле оба креме и я бы сказал что км находится далеко не у самого слабого игрока лдл си пытаясь перемещаться как-то по планту пытаются понять вообще что им нужно делать ну и на остается эпикс маньяк вместе с ним узи ждет улицу ну и тут конечно вот такая вот банда которая проходит очень-очень медленно цель по моему либо сплитом выйти ноль либо выйти выйти с нуля и мэйна либо все-таки будут заходить вниз хотя 7 секунд остается неужели сейф ой это сейф девайсов ребят три секунды задавили киашиму с хардсом парочка хотела уединиться за мэйном но им не дали этого сделать 8 12 и клан мистик не смогли подтвердить свою состоятельность в игре за атаку лишились экономики помимо этого помимо этого по моему вера в себя вот с каждым таким проигранным раундом потихоньку может начать пропадать плюс морально парням конечно потяжелее так как ну во первых вот в этом матче я бы сказал слишком многое играет решает фактор игрока да и состав у лдл си чутка посильнее ну то есть апекс киоли это все-таки сильнейшим апекс кенис на мой взгляд плюс хэппи плюс маньяк это вообще два психа ну вот помимо этого в плане тимплея план мистик не хватает какой-то не знаю плавности действий и синхронности не могут они одновременно сыграть там против двух позиций в разыграть свою пользу так маньяк просто прячется и ждет что сейчас начнут кидать все подряд на хэппи вместе с забирают кенниса и клан мистик идут на план падает бомба маньяк в общем маньяк оказал задужный прием сейчас на 12 9 лдл си наступает на пятки остается буквально три раунда чтобы сравнять счет и клан мистик как никто другой это понимает вот все преимущество которое наигрывалось просто нереальными космическими усилиями в первой половине сейчас ушло в никуда и шансов то что шансов на то что удастся удержать становится все меньше и меньше с каждым раундом отданным своим соотечественникам мы просто будем смотреть до конца так ели играет проход по улице меняют свою стратегию и вообще поведение на карте игроки защиты это видно что касается к ели имея экономику он в принципе не покупает в паум просто остается со своими девайсами даже дроп не просит хэппи запирает улицу смешки видимо также боятся кенниса за атаку как и клан мистик боялись киоли ну и шанс на миллион кеннис проходит под мэйном ого вот это хэдшот последний пули попадает хэппи киоли покидает сразу длинный нет останется за длинным и посмотрит нет идет на плент будет суппортом план мистик все равно принимают решение подождать и продолжают разыгрывать по своему сценарию улицу в делать и перестроились под прием рамп подумали что это не сно это нихрена не не сна тоже никаких движений нету понимают сейчас ldlc вот где-то через секунду им точно станет ясно что там ребята просто ждут мэйн и улицу и вот к этому как раз таки все и подходит смотрим на апикса и какая будет его реакция непонятно да он слышал флешку все принимать апекс киоли минус 2 с восьмерки просто блестящий играет минус 3 в будке и все закрытая атака 12 10 последний момент киоли вновь развернул ситуацию смотрим на его статистику и начинает немножко расти до 16 на 17 в отличие от 3 на 12 первой половине или что-то вроде этого во второй киоли по-моему решил основательном собраться и брать все что у него выходит эко для ldlc ой для клан мистик извиняюсь его просто привык что у ldlc нет команда половина команды ldlc которая сейчас играет за лдлc выступала раньше за клан мистик вот и это немножко мои мозги парит все эти французские я уверен что вот через наверно турнира 2 в любом случае клан мистик ждут замены и лдлc они тоже будут хотя скорее всего я так скажу что после готовится наверно не будет узи возьмут какого-нибудь супер 5 ведь если экзистенс и шокси нашли общий язык эти парни тоже найдут киаши на минус узи отлично прилад девайса попытка реализации своего пистолета и все в ухты на минус 2 ну все кио упрется хардс забирает девайс попытается закрыть спину и киаши мы в ожидании киоли из-под девятки просто дожидаются его на все сто процентов апельс убивает спину хардса нет не убивает ой-ой-ой нет добивает все-таки спину хардса тот еще побежал просто как шпион спиной к стрельбе 12 11 смотрим на бай от команды клан мистик таке не с решил не играть свп во второй половине статистика кениса 28 на 15 5 мвп 63 очка 17 на 12 сф 2 мвп 37 очков и 13 на 16 киаши ма очень-очень бесперспективняк какой-то у него на самом деле быстрый выход аплайн ну и сейчас удача была на стороне мистиков но опять киоли маньяк что творят что творят просто никого не пускают просто два цербера а плента в составе ldlc которые грызут всех и вся им этого мало они еще и вот в аркаду играют узи джейс 12 12 вот так вот счет сходит на нет и все преимущество команды клан мистик уплывает от них последние деньги на последний девайс не чтобы как-то закрепиться в преимуществе но экономика защиты настолько посмотрите набрано что перебить вот эти девять пятьсот маньяк опять пятьсот киоли и 9 5 9 650 хэппи это нереально просто просто не реаль но это как говорится насос петрович к вашим услугам команда клан мистик сошла с ума и раскидала просто декой по всей карте как я понял четвером пошли на улицу вообще отличное решение с учетом того что последние три или четыре раунда они просто не проходили эту точку ну давайте смотреть а пикс по сути как бы не успевает сейчас особо сильно законтрить все это дело и сможет не сможет сможет не сможет пусть молотов тебе поможет и уху а пикс это просто я не знаю за этого парня нельзя не болеть говорят сейчас любители контр-страйка во франции плюс маньяк закрывает бомб кэри выходит хэппи на закрытый ну понятно что киашима где-то здесь где-то рядом перепортироваться на другой план тем не менее киашима открывается делает свой фраг но ldlc переворачивают счет в этом матче и впервые выходят вперед за всю вторую карту хэппи 23 на 15 почти догоняет кениса 18 на 18 киоли сыграл в ноль остальные пока в минусе но не тут то было и сильная сторона все-таки и у ldlc сильная ничуть не меньше чем у мистиков знаете неожиданно результат с учетом того что многие считали что все-таки мистик смогут одну карту забрать себе это будет либо 2 либо первое но вот то что тут происходит совсем не поддается логике хотя с другой стороны относительно стратегии на этом чемпионате можно сказать следующее да сетка double elimination поэтому абсолютно неважно кому вы проигрываете в первой паре был три потому что вторую свою игру свою встречу вы будете играть в нижней сетке а там уже будет не такая сильная команда но на стадии опять-таки да на стадии четверть финала в нижней сетке а вот когда там дойдет до полуфиналов тогда начнется та же самая жо 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 и вот там то уже и у клан мистик шансов будет намного меньше те же а штукей с ними готовы будут подраться я уверен плюс mouse sports скорее всего вот завтра кстати mouse sports и стану асд вот там мы узнаем кто отправится в нижнюю сетку и какая-то из этих команд будет выходить из нее победили потому что там должна пара легкая достаться будет так раскидочка от защиты готовы готовят прием сейчас ldlc так хэппи смотрите флешка просто супер одна из самых первых флешек вообще в кейс гоу и она работает как никогда кстати узи да вернел запер запер рамп упала бомба кеннис в ужасе говорит ребята что же вы творите что же вы творите я уже прошел на плент мы готовы были сделать замок и получает от маньяка маньячную маньяку уже сфа киса сашки за ох лол ох лол ли говорят ребята и 14 12 все кеннис наверное сейчас в слезах просто в слезах кеннис явно не рад что он не играет с апексом он явно не рад что он готовится ему надо отбираться и явно не рад вообще тому что в его команде есть например но я не знаю здесь особо как гнишка никто не сыграл но тем не менее видно что мистикам тяжело ждет еще star ladder тем не менее так ldlc апекс прием ну наконец 2 в 2 размин вроде бы ровный не дают играть киоли 3 в 2 но по-моему сейчас пойдут тащить за счет хэппича до хэппи просто но это хэппи хэппи ам для ldlc хэппи это реально хэппи ам для ldlc по-любому 2 в 2 но узи должен сейчас был делать минус и он его делает но кеннис остается красный один один узи добивает узи раз в жизнь тащит но только не упади все узи аккуратно приземляется на плент ищет бомбу 15 12 просто бесплатно просто бесплатно забирает девкид вот такого никогда не было чтобы узи выиграла в таких ситуациях а здесь уже сыграл на инфу хп кенни рэд пишет кеннис но действительно против поджима от хэппи было сделать сложно что-то в любом случае играешь против девятки с мэйна и против позиции в будке а это тяжело ну 15 12 что ж будут тащить на ничью кеннис вперед только на 28 раунде а вп за атаку ну как же так то вот его самое не знаю самый рабочий девайс который мог реализовать много-много раз на улице во всей первой половине он выберет только сейчас вот сейчас будет интересный поворот событий если йоли не заметил такое поворота и такой подсадки в итоге сф минус узи минус киоли от кенниса и 3 в 5 3 в 5 с первых секунд вот именно этого не хватало клан мистиком предыдущих раундах они могли просто лидировать на этой карте могли забрать и могли оставить ее за собой но пока нет шестнадцатого dlc не все потеряно будут работать я не смейт получает по голове вот сейчас апикса просто застанут врасплох нет упала будка запирает скрип апекс видит скрип не по шансам выходит на кио слишком много хп у того осталось ну и хэппи просто не знает теперь что делать бомба ушла вниз по любому на бомба ставится внизу ситуация 1 в 3 но хотел прострелить походу сейчас середины плунта какую-то нычку 1513 еще один матч поинт отыгрывается команды клан мистик но их еще два остается ул dlc смотрим деньги двенадцать тысяч семь две семьсот но там сейчас без дропа кто-то не побежит да дается кольт вот на дропах завтыкивают свои первые секунды респа ну и посмотрим что же сейчас делают игроки команды клан мистик ой-ой-ой они понимают что экономика это подшатнулась и не идут улицу туда идет киоли девятка падает дым но это принять будет и это фейкап лента блестяще играет план мистик напрягли выходят на узи самая слабая спина но она работает минус 2 дает узи на приеме дает инфу о бомбе бомб керри в шоке на развернуться уйти как бы по шансам не тут то было принято решение пробивать закрытый киашима сносит эпикса очень четкий хэдшот занятие нижнего плента и на выбивание будет не сладко сейчас ребятам из гранатов киашим узнает он что тут есть он пытается разводить на кеннис и добегался маньяк киоли размен 2 в 1 хэппи ну и тут уже идеально 15 14 это овертайм это овертайм хотя деньги на закуп есть у команды ldlc ну все или ничего вопрос один к кеннису после этой игры вообще где где он был всю эту игру где было его а в п всю вторую половину как так вообще получилось но вертайма лдлc не отдадут просто здесь слабина на два раунда на три да как бы при том что клан мистик стали играть более непредсказуемо за счет своих скоростей них просто полностью поменяли и перестали быть серьезными вот более раскованно пока действует это помогает но посмотрите одна позиция от хэппи на улице и по сути это уже понятно что фейкер здесь никаких не будет все это выход там все гг гг друзья здесь гг хардс последний под себя под себя братан закончить красиво этот раунд посмотрите не хочет сдаваться не хочет сдаваться хардс не может он поверить в то что уступили они ldlc не может он поверить в том что это уже даже не топ-1 а топ-3 не топ-2 это топ-3 франции ну непонятно что он собирается за эти 30 секунд сделать на костер разжечь еще что-то эх ребятки эх ребятки но это конечно интересный счет 16 14 это поборолись но не тут-то было как сможет еще кого-то убьет может ему даже дадут взять этот раунд ну что ж счет по картам 2-0 друзья клан мистик не одерживают победу над своими соотечественниками из ldlc ldlc действительно собрали после трансферный трансферного замеса действительно сильный состав и показали сейчас его на все 100 не знаю как у них дальше будет с фнатик складываться но они будут встречаться определенно уже верхней сетки и это будет интересная заруба я вам даже скажу наверное один из самых топовых матчей вот кто выйдет финал винроф тоже непонятно но и сетка на ваших экранах друзья фнатик обыграли а штукей 2-0 прошли в полуфинал ldlc только что оформили себе путевочку в полуфинал верхней сетки против натик ну lgb выиграли себе путевку в полуфинал верхней сетки у 3d max отправив датчан которые именовались до этого дня как у нейн и завтра мау спортс проведут показательный матч наверно да я даже не знаю как его еще назвать ультра показательный матч против команды асд состав мау спортс клайк один тизен крис желегия и последнюю последняя их встреча была на про серии на нюке против соотечественников из 3d max которых они обыграли не те 3d max которые здания несомненно другие ну и наверное это все что я могу пока что сказать также напомню вам то что 26 27 28 числа или 21 20 23 я уже даже не помню финальные стадии м с готовится комментирую для вас вместе со страйком скорее всего завтра страйк наконец-то придет в студию нам починили гарнитуру или должны были починить и мы будем смотреть за этим эпичным замесом ну и наверное все что можно сказать это большое спасибо за то что уделили время нашему репортажу для вас в студии с лтв весь вечер работал слэм counter strike смотрел с вами тоже слэм увидимся с вами завтра на матче асд она же экс астана dragons против мауса спортс 22 00 по киевскому времени в полночь по москве и 21 00 по цвету может даже до этой встречи поиграем немного матчмейкинга но об этом уже потом всем большое спасибо все свободны до завтра музыка на прощание что-то можно наверное особенное вам включить